Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, почему я стал заниматься разработкой игр, какие были мои первые проекты и какие проекты есть у меня сейчас. Так что приготовь свои глазки и погнали! Началось всё в школьные годы, тогда у меня было несколько любимых компьютерных игр, в которых я хотел добавить какой-то свой контент или как-то их разнообразить. Например, для World of Warcraft я попытался создать свой собственный локальный сервер по каким-то гайдам из интернета, а потом добавить туда какие-то свои кастомные предметы с уникальными характеристиками. Но особо это не увенчалось успехом, потому что там было всё куда сложнее, чем мне казалось на тот момент, и я забросил это дело. Дальше у меня была ещё одна любимая игра, это T-Wolts. Если вкратце, то это 2D-шутер с прикольной механикой, там можно цепляться крюком за стены и от этого уже летать по локации. Кстати, узнал я об этой игре от Одноклассника, тогда он дал мне диск с этой игрой от журнала Игромания, и я вот впервые с ней познакомился. В самой игре был встроенный редактор карт, который я случайно открыл однажды, и решил попробовать что-нибудь в нём слепить. Там уже были готовые стандартные тайлы, которые использовались в одной из ванильных карт, и из них я попытался уже какие-то свои карты собрать, и у меня даже достаточно круто получалось. А для тестов этих карт я тоже создавал свой сервер, и приглашал туда ребят из клана, чтобы поиграть на нём. Да, я был в клане в этой игре, у нас даже был свой форум, в котором мы общались и договаривались о битвах с другими кланами в этой игре. Вот, так что там было всё серьёзно, да. Майнкрафт. Это крутая игра, мне обошла меня в школьные годы тоже, тогда он только появлялся, и мы строили в нём всякую фигню по типу магазинов пятёрочки, или каких-то огромных шахт. А однажды мне удалось устроиться на какой-то непонятный сервер в Майнкрафте каким-то строителем крутых сооружений. Мне выдали на нём креатив-мод, и я был дико счастлив, я мог там что-то летать, строить. Я, по-моему, хотел какую-то американскую горку построить на нём, но мне стало скучно в какой-то момент, и я забил. Правда, через некоторое время я вернулся на этот сервер, у меня всё ещё был креатив-мод, я даже успел там что-то поделать с ним, но меня быстро спалили, и уже отобрали у меня его. В то время YouTube был не особо сильно развит, или я просто о нём не особо слышал. Поэтому о каких-то гайдах по Unity или C-Sharp в то время можно было даже не мечтать. Единственный язык программирования, который я знал на тот момент, это был Cubasic, потому что в школе мы на нём решали какие-то задачки на информатике. На этом мои первые шаги на какую-то пародию геймдева были закончены, потому что я поступил в университет, переехал в другой город, в Санкт-Петербург, и у меня просто не было времени на игры, потому что вокруг было куча людей, куча знакомств, было и так, короче, весело без компа, да и компа у меня тогда не было. У меня был слабенький ноутбук, который мало во что можно было поиграть. И на какой-то период времени мир игр просто пропал из моей жизни. И как вы понимаете по этому видео, не навсегда, потому что в один момент я купил свой собственный ПК-компьютер и вернулся к компьютерным играм. Да, в один момент я даже начал стримить Counter-Strike на Ютубе, и в один из дней мне попался в реках Ютуба видос по созданию игр. Это был, по-моему, Флатинга, он создавал свою простенькую игру и рисовал графику к ней. И я тогда дико вдохновился, скачал Unity, и попытался даже создать какую-то свою первую простенькую игру. Но с нулевыми знаниями C-Sharp'а провал был неизбежен. Я даже помню, что я обращался за помощью к какому-то программисту, платил ему деньги, по-моему, 20 тысяч. Целью в ней было решать примеры и первым добраться до финиша. Тогда я вдохновился игрой Type-Rank и хотел сделать что-то свое. И у меня пришла в голову идея, что можно сделать похожий проект не со словами, а с цифрами, ведь цифры одинаковые почти во всем мире. И у игры будут шансы на то, чтобы стать популярной во всем мире. Эту игру я не успел доделать, потому что проект мне показал слишком сложным для меня в то время. И программисту я платить уже не хотел деньги. И после этого какое-то время я все еще стримил Counter-Strike, но уже на Твиче. Но я все еще чувствовал, что что-то не то, и мне хотелось заниматься чем-то другим в жизни, а не стримингом. Поэтому спустя некоторое время я все-таки решаю вернуться к играм. И не просто, а серьезно продаю все оборудование для стриминга, которое я накопил к тому времени, и устраиваюсь на работу геймдизайнером. Строиться геймдизайнером, как оказалось, было на тот момент не так уж и сложно. Я просто собрал все свои интересы, навыки, составил какую-то резюмешку, закинул, и меня позвали на Сабес, и сразу же приняли. На работе я познакомился с крутыми ребятами, которые мне подсказывали какие-то нюансы, моменты, давали советы. И где-то спустя несколько месяцев работы геймдизайнером, я начал делать свой, собственно, первый небольшой проект на Unity. Тогда я уже понимал, что сложную игру точно не нужно делать, и взялся за простенький раннер. Придумал прикольную механику, чтобы по тапу моя змейка поворачивалась. Я хотел сделать что-то типа флэппи-борд, чтобы управление было простенькое, но сама игра была сложная, и у людей горели пердаки от того, что они не могут ее пройти. Для этой игры я сам, собственно, рисовал графику, от змейкой препятствий до кнопок в меню. Получается, что с помощью этого проекта я узнал основы Unity, также узнал некоторые тонкости языка C-Sharp, и в целом у меня появилось представление о том, как создавать свои собственные игры. И я принимаю важное для себя решение доделать этот проект свой со змейкой и попробовать залить его в плеймаркет. Тут я столкнулся с еще одной трудностью в создании игр, это встраивание SDK-шек. Создать просто игру и билдить ее недостаточно для того, чтобы ее выложить в плеймаркет. А для того, чтобы ее просто выложить в стори, нужно сделать еще кучу всяких разных махинаций, для того, чтобы ее приняли, и для того, чтобы была монетизация в ней. Но я постепенно разобрался с этой трудностью и успешно выложил свою игру на плеймаркет. Тогда я столкнулся со своей первой ошибкой инди-новичка, потому что каждый инди-разработчик, мне кажется, думает, что он создает гениальный проект, и он точно станет суперпопулярным. И даже я со своей простенькой змейкой об этом думал, а вось повезет, а вось люди выкупят мою идею, и я стану мега богатым. Но розовые очки быстро слетели с меня, и я остался со своими 100 скачиваниями на плеймаркете. И на этом моменте я даже и не думал сдаваться. Я принялся за свою вторую мобильную игру. В то время я активно играл в хоррор, и мне попалась на мобилках впервые Грэнни. Да, этой игре уже миллионы лет, но тогда я узнал о ней впервые, и решил сделать что-то похожее. Я также очень ответственно подошел к этой игре, придумывал крутую историю. Если вам интересно, можете посмотреть видосик на моем канале. Также в этой игре я создал свою графику, не используя какие-то готовые ассеты. Познакомился с тонкостями мобильных 3D-игр, узнал о дроуколах, о полигонах, вот о том, что их нужно как можно меньше. В целом на этом проекте попытался выстроить какие-то дедлайны, за которые мне нужно сделать основные механики. Спустя эти дедлайны, несмотря на то, что проект был не супер завершен, я все-таки выложил его на Play Market, чтобы собрать какую-то статистику о скачиваниях. Тогда я получил второй удар по своему лицу, потому что вновь моя гениальная игра, в которой я тужился, старался ее делать, она вновь не получила внимания и скачиваний. В этот момент, конечно, шкала тильта пошатнулась в сторону депрессии, но я не сдался. Я нашел несколько ребят, мы сделали небольшую команду по разработке, и попробовали вместе за лето сделать несколько копий других проектов со Стима на мобильный телефон. Первый из проектов это был Dave Diver, когда он хайпил на Твиче, мы попытались копировать какие-то основные механики из игры, и также залили тестовый билд в Play Market. На него мы, по-моему, даже попытались закупить какой-то трафик, но это все не увенчалось успехом, и мы забили на этот проект. После него мы попытались сделать что-то типа Battle Beat на мобилке, и что-то похожее на Potianimals. Мы взяли за основу Ragdoll из игры и попытались сделать какую-то битву за ресурсы и строительство своей собственной фермы. Но эти игры также провалились, и наши команды постепенно распались. К примеру, в то же время я начал заниматься своей третьей мобильной игрой. Тогда я увидел в TikTok прикольный тренд, где люди скидывают бутылки с лестниц. Эти видосы набирали кучу просмотров, и я решил попробовать сделать игру про то, как нужно скатывать бутылки с лестниц. Я сделал какую-то основную часть игры, также выложил ее на Play Market, но в тот момент я столкнулся со своим первым выгоранием. И сил продолжить эту игру у меня просто не осталось, я просто валялся на диване как желешка, и пытался себя заставить хотя бы встать, чтобы покушать. Думаю, отчасти это случилось из-за того, что за лето я попытался сделать кучу проектов, и ни один из них не довели мы до конца, и я почувствовал какую-то опустошенность внутри, а результата не почувствовал. В этом состоянии я прожил некоторое время, и у меня открылось второе дыхание. Тогда я решил создать свой YouTube-канальчик, чтобы делиться процессом разработки игр. Из-за этого для меня сама разработка игр обретает двойной смысл. Я создаю и контент для YouTube, делюсь с вами, и делаю игру. И получается для меня, если проект окажется провальным, и скачивания особо не будет, я все равно сделаю по нему какой-то контент на YouTube, и найду сообщество людей, которым интересно, так же как и мне, разработка игр. И за эти несколько месяцев на YouTube у меня получилось конкретно заниматься играми. Я почти доделал игру про бутылку, сделал там крутое меню, несколько прикольных механик. Также решил доделать игру хоррор про Мару, потому что сама игра мне очень интересна, и хотелось бы завершить ее. Ну и сделал один рофло-хайп проект по сериалу Слово Пацана. Особо смысла в нем не было, сделал его просто так. И сейчас по плану у меня завершить эти основные проекты. А также меня позвали в команду для создания игры в Steam. В целом мы уже расписали идею и даже какой-то сюжет для демки. Но об этой игре я расскажу чуть попозже, в одном из своих следующих видео. Подсказывайте в комментариях свои истории о том, как вы очутились в геймдеве. Обязательно все почитаю. А сейчас хотел бы сказать вам спасибо за просмотр. Надеюсь, моя история кого-нибудь довдохновила или оказалась для кого-то немного полезной. И на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok